Добрый вечер, в эфире программа интервью. Сегодня мы поговорим о контроле качества автомобильных дорог. У нас в гостях генеральный директор национального центра дорожных активов контроля качества дорожных активов Замир Сагинов. Добро пожаловать, Замир Садыкович. Здравствуйте. Насколько мне известно, национальный центр был создан буквально только в этом году. Скажите, пожалуйста, вы контролируете расходы на дорожное строительство и как вы контролируете? Сколько вообще денег было выделено в этом году на автодорожную отрасль и как они разделяются? Республиканские дороги, местные дороги? Ну, в целом, как вы уже сказали, мы создались, зарегистрировали юридическую регистрацию, мы получили в мае месяц. Только в мае этого года? Да. В июне мы открыли филиалы, 17 филиалов у нас есть, это 14 области и 3 города. В прошлом году были внесены изменения в закон о повторных дорогах, где даны полномочия Центру качества проверять дороги не только республиканского значения, но и дороги местного значения и улицы городов и населенных пунктов. В целом, если говорить про бюджетное финансирование, на дороги республиканского местного значения и улицы города и населенных пунктов в 2019 году выделено порядка 711 миллиардов деньги. Этого достаточно, на ваш взгляд? Ну, если говорить в целом, дороги этого недостаточно. Но, соответственно, бюджет сколько можешь и выделяет, 711 миллиардов. Если в целом говорить, например, в последние годы Китайская Народная Республика, у них активно бурно идет строительство дорог, Народная Республика ежегодно выделяет порядка 5% от внутреннего валового. 5% от ВВП? Только на дороге? Только на дороге. А у нас сколько получается? У нас получается очень мизерно. Европейские страны выделяют 2%. 2% потому что у них основная сеть выстроена уже. А нам надо еще сеть выстраивать, строить, значит, больше надо. Соответственно, и содержать ту дорогу, которую мы строим. Проблема в чем? Проблема в том, что из-за недостаточного финансирования мы уже построившие дороги, его плохо содержим. Его надо вовремя выбирать от снега, вовремя делать мелкие ремонты. Есть такое понятие, как средний ремонт. Межремонтные сроки надо соблюдать. Вот это у нас плохо выдерживается. На республиканском уровне как-то пытаются выдерживать, но на местном уровне его почти нет. Соответственно, дорога быстро переходит в разрешение. Плюс к этому у нас не соблюдаются такие параметры, как осевая нагрузка. Это большие грузы. В простонародье говорят китайцы. Они не должны ездить на дорогах общего пользования. Это карьерные самосвалы. Они должны ездить только в карьерах. А они, к сожалению, выезжают на дороги общего пользования, соответственно, его разбивают. И жизненный цикл дороги быстро сокращается. Об этом давно говорится, что это проблема, уже набившая оскомину. Меня интересует роль национального центра контроля качества. Как вы контролируете качество дороги? Вот в этом году, допустим, у нас завершается строительство автобана Нурсултан-Павладар. В прошлом году завершили строительство Нурсултан-Караганда. Там очень много нареканий было как раз-таки по участку возле Тимиртау, если вы помните. Какой контроль вы провели и какие меры предпринимаются? Вот если в целом взять, мы в этом году, со дня создания, взяли порядка одиннадцать с половиной тысяч проб с дорог. Это материалов. Пробы, керны, сам материал. И выявили порядка четыре с половиной тысячи несоответствия тем или иным стандартам. Почти половина, да? Наш центр заставил, так скажем, через заказчика переложить порядка на пятьсот миллионов той или иной материал. Или асфальтобетонную смесь, или материал, который для основания требуется. Вот эту работу мы проводим. Если говорить про дороги, которые вы сказали, в целом, я до этого говорил, были облаженные лаборатории при комитете автодорог. Сейчас с объединениями этих обзоров создали наш центр. И дали нам полномочия проверять не только республиканские дороги, но и местные дороги. И улицы, населенные пункты. Вот, если говорить про эти дороги, там есть дефекты. В целом, дефекты, которые есть на дорогах местного значения, они более проблемные, чем дефекты, которые на республиканской дороге. Глубокие. Вот, например, мы проверили поселок Коши. Там на 2,5 миллиарда делается улица. В поселке Коши. Подрядчик берет и меняет материал. Где модуль упругости одного материала было 140 мегапаскаль. Модуль упругости. Он меняет на другой материал, где модуль упругости всего 40 мегапаскаль. Подешевле, да? Да. Соответственно, он 2-3 раза дешевле этот материал. При этом на это добро дает и авторский надзор, и служба инженера. На это закрывает глаза и заказчик. В лице Акиматов. Вот это очень серьезная проблема, потому что это потом выявится через 2-3 года, эта дорога начнет разрушаться. А проблема уже лежит внизу. Вторая проблема, например, мы проверили, я говорю, возле города. Уркер. Микрорайон Уркер. Это относится к городу Нур-Султан. Там подрядчик положил асфальтобетонную связь, где не хватает щезыны. Не хватает толщины. Коэффициент уплотнения не доведен до нужного коэффициента уплотнения. Водонасчищение асфальтобетона выше нормы. Это о чем говорит? Не хватает ширины и толщины, это понятно, да? Это экономия материалов, соответственно. Это уже, мы считаем, что там уже необходимо, другие органы должны уже заниматься. А водонасчищение и коэффициент уплотнения, это говорит о том, что за весну она сейчас впитает в себе влагу, потом влага зимой превратится в лед, а когда вода превращается в лед, 8% объема она увеличивает, и она начинает разрушаться. Через год-два там эти дороги начнут шелушиться. Даже не через год, а уже весной, да? Скажите, пожалуйста, вот получается очень много нарушений при строительстве дорог. Как их исключить? Если вы проверили, вы можете запретить принимать в эксплуатацию этот участок дороги? В целом мы хотим выстроить работу в таком порядке. Все-таки строят это наши подрядчики, наши граждане. Подрядная организация, она юридическое лицо, которое зарегистрировано в Казахстане. Это наши же люди. Мы вот везде говорим, что надо заранее предупреждать, заранее перепроверять, чтобы подрядчик не успел уложить тот или иной материал на дорогу. Например, потом уже уркируют, если он будет сейчас все переделывать, то обанкротится этот подрядчик, потому что он уже огромный... То есть вы выезжаете на проверку по заявлениям каким-то, да? Вообще мы выстраиваем работу в таком порядке. Есть заказчик. У заказчика есть... Мы постоянно не можем быть на дороге. Есть инженерная служба, которая постоянно сидит на дороге и проверяет качество работы. Если у заказчика есть сомнения, того или иного подрядчика, он нам дает график, куда мы должны выезжать. И мы по заявке этого заказчика выезжаем и перепроверяем того же службу инженера, того же авторского надзора, того же подрядчика. В целом мы так хотим выстроить работу и так выстреливаем. Но есть акиматы, которые заинтересованы в этом. Но есть акиматы, которые не заинтересованы в том, чтобы проверяли те или иные дороги. Вот вся проблема в этом. И вот 11,5 тысяч, то, что мы выезды делаем, это многие выезды по дорогам республиканского значения. С местного значения мы только-только начали выезжать. Уже сезон закончился. Надеюсь, на следующий год мы эту работу на местной сети полностью развернем. А вообще подрядчик при строительстве дороги какую-то ответственность несет? Он должен дать гарантию, допустим, на дороге местного значения, которая соединяет два поселка, что он ее отремонтировал по государственным заказам, и она должна прослужить минимум 5 лет без ремонта? Вот это все договорные обязательства. Когда подрядчик идет на тендер, который объявляет тендер, он в договорах должен прописать, сколько лет он должен дать гарантию. То есть акимат должен прописать? Да, акимат должен прописать. Например, по республиканским дорогам там 5 лет гарантии. 5 лет гарантии, если за этот период появляются дефекты, то подрядчик за счет своих денег должен отремонтировать, сделать ремонт, устранить эти дефекты. А по местным дорогам я видел договора, где 2 года с его гарантией. То есть на местном уровне акимат сам решает, да? Да, но законом не определено. Какие материалы можно затребовать? Нет, ну в целом есть норматив. Когда дорога строится, заказывается проект. Проект, если капитальный ремонт, реконструкция делается, в проекте все прописывается, какие материалы, согласно норматива, согласно ГОСТа, какие материалы должны применяться на ту или иную дорогу. Это все учитывается. Какие-то типовые параметры заложены? Да, типовые параметры заложены. Теперь потом выигрывает подрядчик. Ну подрядчик как выигрывает? Это тендер опять, он падает в цене, он выиграл. Ну первая проблема у нас проектировщики ту или иную часть забывают. Ну слабый проект. Где-то забыл, что заболоченное место, где-то забыл, что горная порода там есть. Вот это первая проблема возникает. Второй подрядчик, он для чего пришел? Он должен заработать деньги. А в цене он упал. Соответственно он начинает менять материалы. И здесь инженерная служба должна взять на жесткий контроль, чтобы тот материал, который он хочет поменять, она не должна быть ниже качества. Отклонение от нормы не должно быть? Не должно быть. И здесь мы должны перепроверять. У нас целая сеть лабораторных лабораторий, и через лабораторные испытания действительно ли тот или иной материал, который поменялся или замену сделали того или иного материала, соответствует ГОСТу. Есть ГОСТы, стандарты, которые гласят, что должно быть в каком материале, какие прочные качества. В целом там и прочные качества, там и морозостойкость, там и содержание полеватых, игловатых, лещатных частиц. Все это регламентируется ГОСТом. Недавно была информация о том, что счетный комитет как раз там делал заявление по качеству ремонта дороги местного значения в Хостанайской области. Это дорога Лузенкольца-Арколь в Хостанайской области. Там были выявлены нарушения. Вы проверяли качество именно этой дороги? Да, у нас была заявка. ГАЗ к нам выходил с предложением. ГОСТанайской области. Мы эту дорогу проверили. Действительно, там множество нарушений мы выявили. Во-первых, уклон не соответствует. Водонасыщение не соответствует. Вопросы были по основанию. Мы все эти данные дали государственному арктуру контролю. Дальше она должна принять меры к подрядчику и инженерной службе, потому что у него есть полномочия применения штрафных санкций или приостановления лицензии. У вас таких полномочий нет? У нас таких полномочий нет. Скажите, пожалуйста, ваш центр проверяет качество строительства на каком-то этапе, еще не завершенном, но выявляет несоответствие, нарушение норм и требований. Дальнейшие действия какие? Вы можете запретить дальнейшее строительство, приостановить его? Мы не можем приостановить, но мы пишем письмо заказчику, инженерной службе, подрядчику, что нарушен то-то, и они должны на это среагировать. К сожалению, и бывают разные случаи. Некоторые не реагируют. Если это не реагирование идет, то мы, соответственно, пишем письмо комитета автодорога. Комитет автодорог, соответственно, пишет через комитет по делам строительства, жерстно-коммунального хозяйства, через ГАЗ, применяем меры тому или иного подрядчику или инженерной службе. — Замир Седокович, скажите, пожалуйста, у нас есть республиканские автотрассы, автобаны, которые по классности делятся. Первый класс, второй, третий класс и так далее. И местные дороги. То есть понятно, что требования к автобану, на котором с ограждениями, со всеми системами уборки, на платным дорогах требования другое. Скажите, пожалуйста, вот при строительстве местных дорог и при строительстве республиканских дорог требования к материалам, к применяемым материалам, оно примерно равное или все-таки там ниже стандарта? — Нет, материалы те же. Материалы те же, просто параметры другие. Например, тот же, о котором вы говорите, автобан, например, астоноборовое, астоноборовое, там тот же материал, просто она по ширине больше, радиусы кривых, углы поворотов больше, нет пересечения на одном уровне, все в развязке. Это первая А категория. Есть первая Б категория дороги, которые, возможно, развязки на одном уровне, ну, пересечения на одном уровне, промыкания, пересечения на одном уровне. Потом идет вторая категория дороги. Там это двухполосная дорога шириной 9 метров. А везде требования к материалам одинаковые. Это по морозостойкости, по тем показателям, которые есть. Которые действуют на разрушение материала. Поэтому здесь не делится. Есть требования к материалам, к щебню, например, по морозостойкости. Есть требования для бетона одно, для асфальтобетона другое. Но она для всех категорий одинаковая. Вы уже много лет в этой сфере возглавляли комитет автомобильных дорог. Как Вы считаете, сколько лет минимум должна служить нормальная дорога? Будь то республиканского значения, местного уровня. Вообще дорога должна служить 17-20 лет. Это асфальтобетон. 20-25 лет – это цементобетон. Но, я уже сказал, к сожалению, у нас мало дается денег на содержание этих дорог. Мы строим дороги, а должны ее потом содержать. Соответственно, делать мелкие ремонты, вовремя проводить межремонтные сроки, это средние ремонты. И тогда дорога прослужит. Ну, самая главная проблема – это большегрузы. 90% дорог, это данная Всемирная банка, 90% дорог разрушается из-за действия большегрузов. Если мы большегрузы не остановим на дорогах общего пользования, мы хороших дорог не будем убить. Каждый проезжающий большегруз собирает жизненный цикл этой дороги. — Замечка Тадыковича, ну, говорят, что дороги – это кровеносные сосуды экономики, да? Как раз-таки большегрузы, которые, я имею в виду фуры, они же возят товары народного потребления, доставляют… — Я не имею про фуры. Фуры, они по нормативу проходят, потому что они не только по Казахстану ездят, они ездят по всему миру. Поэтому там нагрузка на ось, все соблюдено по фурам. Я имею самосвалы, карьерные самосвалы, которые не должны ездить на дорогах общего пользования. Вся проблема в них, и они разрушают. Если нагрузка на ось превышается на одну тонну, на одну тонну, у нас принятый норматив 10 тонн на ось. Ну, во всех странах почти 10 тонн на ось. В некоторых странах чуть больше, 11 тонн на ось, в Германии, например, на одну тонну, то она забирает дорогу, дорога разрушается почти два раза быстрее. — Два раза быстрее? — Почти. — Срок. — Да. Ну, 1,8 раза быстрее начинает разрушаться, потому что она конструкцию дорожной одежды ломает. Соответственно, она уже не сможет прослужить так 17-20 лет. Поэтому самая главная проблема для дорог Казахстана, я считаю, что надо срочно приостановить машины, которые... — Карьерные самосвалы. — Например, дорогу на Нурсултан-Тимиртау построили, а там же ездят сейчас большие грузы, с отшилов возят каменный материал. Мы никак не можем его остановить. Начинают останавливать, шум этот никак не могут остановить. Транспортная инспекция здесь, как бы получается, работает, но работает неэффективно. Ночью выезжаешь, большие грузы едут, и, соответственно, вот эта левая часть, где они идут с грузом, скоро будет разрушаться. — Замир Стадокович, последний вопрос. Вот такая проблема, она характерна только для Казахстана? Я имею в виду с карьерными самосвалами. Или в других странах вы тоже встречали такое? — Например, у нас законодательный запрет есть, но этот закон не выполняется. Если в Германии с большим грузом заедет, то он не только машину потеряет, он может сесть в тюрьму. У нас же никто же не задумывается, что можно на дороге дизельный топор разлить, а тоже разъедают дорогу. Некоторые, я вот пас на Боровое, еду, а там узбекская машина разбирает мотор, прямо на дороге мотор разбирает. Это место уже разъедается. Или машина, когда горит, она тоже. Это все потом должны восстановить пользователей дорог. Деньги же народные. А получается, из-за того, что должен какой-то заработать грузовой автомобиль, хотя материал можно возить и на самосвалах, на КамАЗах с прицепом. — В которых допустимая нагрузка. — В которых допустимая нагрузка. И можно этот материал перевозить. — Спасибо большое за то, что пришли и ответили на наши вопросы. К сожалению, наше эфирное время ограничено. На этом наша сегодняшняя программа завершена. Увидимся в эфире. — Спасибо.